Девушка, назовем ее Марина, искала квартиру для аренды. Внимание, она одном из интернет-ресурсов привлек удачный вариант за 20 тысяч. Причем девушку не смутило, что хозяева попросили сразу перевести всю сумму, и квартиру она даже не видела. Не показали жилье и после перечисления денег. Марина вынуждена перешла в чат поддержки, где ей рекомендовали для возврата средств иметь на карте еще 20 тысяч. У меня была кредитная карта, я с кредитной карты перевела эти 20 тысяч, оплатила по ссылке, которую мне в чат поддержки прислали. И в итоге они сказали, что у них произошел сбой, и деньги не смогут перевести. И что снова нужно еще 20 тысяч на эту ссылку перевести. Девушку не смутило и это предложение. И по итогу с ее карты списали почти 60 тысяч рублей. Мошенники пытались объяснить, что деньги в ближайшее время вернут. Но после того, как Марина сообщила, что обратится в полицию, телефон якобы арендодателя оказался выключен, а объявление о квартире удалено. Так девушка осталась и без жилья, и без денег. А в полиции завели уголовное дело. Для безопасного и удобного общения с покупателями или арендодаторами не переходите по незнакомым ссылкам, которые вам прислали в мессенджерах. Не вводите данные своей банковской карты, особенно трехзначный код и коды из смс-сообщений. Полицейские предупреждают о необходимости сразу же прервать финансовую операцию, если после перевода средств человеку сообщили, что произошла ошибка. Кстати, в похожей ситуации с арендой недавно оказалась барнаульская студентка, которая лишилась 14 тысяч. После перевода средств телефон арендодателя оказался выключен. Что касается дела Марины, полицейские расследуют его по статье «Мошенничество». Татьяна Голубева, день с толком.